Когда мы говорим о Христе, это понятие, имя, факт, явление, историческое событие. Но именно когда мы произносим слово Христос, мы прекрасно понимаем, что всё христианство на этом и стоит. Всё христианство. Кто это такое? Чем он интересен? Мы настолько часто привыкли – это Христос, Христос, особенно в церковной сфере, знаете ли, и даже подчас и не задумываемся. На самом деле, ой, тут столько проблем, особенно в современную эпоху, что подчас нам в голову не приходило. Нам, то есть те, которые находятся в атмосфере нашей российской жизни. Вы знаете, сколько уже новых совершенно пониманий Христа как такового, пониманий того, к чему он призывает, зачем он пришёл и что он сделал. И эти понимания, которых достаточно много, отличаются подчас такой радикальностью, что иногда посмотришь и видишь. От Христа-то ничего и не остаётся. Ну, начну хотя бы с самого простого эпизода. Я хожу по Третьяковке. Смотрю, тут подходит к картине Крамского «Христос в пустыне». Ну, я надеюсь, многие помнят, может быть, где Христос на камне сидит в задумчивости. Подходит преподавательница, и с ней целая группа школьников, старшеклассников. Я остановился, думаю, что же она будет говорить. И был очарован. Оказывается, оказывается, это сидит Христос на камне. И видите, как он задумался. Все кивают голосами. Да, 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 конечно. Вы знаете, о чём он думает? Он думает о том, как бы свергнуть иго поработителей, как бы совершить революцию, как бы восстановить социальную справедливость в обществе. Я, вы знаете, так и ахнул. Чего-чего такого никогда не приходило даже в голову? Я невольно подумал, читала ли она хотя раз в жизни Евангелие? Не только не читала, видно, даже в руках не держала. А, кстати, любопытный факт. Любопытнейший факт. А особенно для нашего времени. Если мы раскроем Новый Завет, прочтём Евангелие, почитаем послание, то есть письма его учеников, апостолов, то вы знаете, с чем мы встретимся? Нигде, ни одного слова нет осуждения рабства. Рабство! Кто такой раб? Да это же вещь! Ну, животное! Ну, рабочая скотина! Мы все немножечко знакомы с тем, что такое рабовладельческий строй и каково отношение к рабу было в тот период. Ужас! Да! И? И? Ни слова о том, чтобы свергнуть это иго. Ни слова осуждения даже рабовладельческого строя. Никаких призывов! Да мало того, что никаких призывов! Ещё кое-где написаны такие слова, чтобы раб выполнял волю господина не за страх, что его накажут или прибьют, а за совесть исполнял так, как бы он перед лицом Бога находился. Вы слышите? Интересный образ Христа! Это кто же такое? Не так давно, ну, полсотни лет тому назад, думаю, что не больше, в католической церкви, где всегда существует масса самых различных течений, и где уже достаточно давно, очень давно, уже не одно столетие, а внимание богословия и самой церковной жизни привлекает проблема, проблема, я бы сказал, социальная, проблема понимания отношений между людьми в обществе, где распределение материальных благ неравномерны, распределение власти, совсем не отвечающие, кажется, идеи равноправия. А вспомните девиз Великой Французской Революции «Либерте, эгалите, фратерните, свобода, свобода, равенство, братство». Разве не за это проливали кровь? Разве гильотина не для этого осуществилась, чтобы путём гильотины достигать свободы, равенства и братства? Не правда ли? Разве парижская коммуна и прочие все вещи, вы слышите, какая борьба за свободу, равенство и братство? Кровь потоками лилась. Правда, интересно? Очень интересно. Ну, вот сейчас всего каких-то, может быть, полсотни лет тому назад начали возникать, вы знаете, разные богословия во множественном числе. Мы привыкли к богословии, а тут богословия. Поскольку их возникло довольно много, в частности, в лоне католической церкви и протестантских, естественно, церквей, то их все взяли и объединили. Нашелся такой хитрый человек, говорит, богословие генетива, то есть родительного падежа, одним махом всех по вивахам. И вот там, в частности, мы видим интересные богословия, богословие освобождения, богословие революции, уж не говорю там богословие надежды и прочее. Причём эти богословия, освобождение, революции, они где-то просто проистекали из одного источника и часто смешивались между собой, что они проповедовали. Точно противоположное тому, что мы находим в Новом Завете. Богословие революции! Мы должны свергнуть те режимы, которые не соответствуют воззрениям современного человека, не соответствуют этому принципу свободы, равенства и братства, где это засилье всяких корпораций и прочих всяких несправедливых структур. Да, вплоть до революции. Путём крови, путём насилия достичь чего? Общество ненасилия. Противоречиво звучит, но это факт. Я помню, они приезжали к нам, творцы даже, самые идеологи этого богословия приезжали даже к нам в Академию. Ну, мы пытались немножко даже с ними поговорить, но увидели, что здесь, здесь, знаете ли, глухие стены и непроходимые. Христос, кто же оказывается с точки зрения этого богословия, понимаете, как права была та учительница-то, а я и не понял её, возмутился. Не помню, ещё даже несколько человек за мной ушли, эти старшеклассники, когда я кое-какие, так сказать, реплики и вопросы высказал. Оказывается, она-то была как права. Её бы немедленно надо в Бразилию послать к этим к этим богословам. Был бы восторг. Вопрос-то в высшей степени важный. Христос кто же? Почему он, если говорит христианство, говорит само Евангелие, если он был не просто человеком, а Бога-человеком? Почему же он тогда не родился в императорской семье в Риме и не стал императором для того, чтобы создать самый справедливый, который только можно, можно только мыслить в человечестве строй. Лучшее государство. Создать все образовательные структуры, какие только нужны. Экономику, которая бы созидалась и стояла на правах, на основе действительно равного распределения и благ. Почему он этого ничего не сделал? Слушайте. Бог. Он же мог сделать? Ну, конечно, если он Бог. Почему же он не мог родиться в императорских дворцах? Зачем он родился в Хлеву? Знаете, где скотина стоит, где грязь, навоз и так далее. Вопрос серьезнейший и вопрос, который в настоящее время уже приобретает уже приобретает не какой-нибудь, знаете, теоретический характер, абстрактный, а приобретает характер, характер уже, уже целой драмы и, может быть, целой трагедии. сейчас не отвечая на вопрос, почему так сделал Христос, я потом скажу. Почему он так родился и был бедняком? Я хочу сказать о другом. Вы знаете, мы находим в новозаветной литературе, я так назову Новый Завет, в новозаветной книге, находим интересные упоминания, точнее, пророчества. О чём? О том, оказывается, что христианская эра, именно эра как таковая, она завершится самым необычным образом. Один из великих святых, Афанасий Великий, ну, семинаристы это знают, кто это такой, действительно, это великий человек, который говорил так. Человечество пришло от тьмы к свету. Тьмой он назвал то состояние мира, которое было дохристианским. Ну, и кто знакомый с историей, занимается и прекрасно понимает, что там только творилось. От тьмы к свету, под светом он подразумевал Христа и его учения. Но что дальше говорит? А окончится оно, вернее, пойдёт оно от света к тьме. О какой тьме идёт речь? Мы находим в Новозаветных Писаниях следующее утверждение, что, оказывается, не говорю сейчас о причинах, вопрос другой совсем, но, оказывается, история не просто христианской эры, а истории человечества как такового, если хотите, выражусь очень грубым языком. Вы извините, человечество как биологический вид, слышите? Будет уничтожено. Оно имеет конец. И этот конец, эта Новозаветная литература обещает страшным. Но даже не в этом ещё дело. Дело в другом. Дело в другом. И вот здесь для нас имеет огромное значение то, о чём мы сейчас с вами говорим о Христе. Оказывается, в конце истории в связи вот с этой ситуацией будет некто появиться. некто, который описывается в очень ярких чертах у апостолов, у апостолов описывается как человек гордый, который объявит себя не только лучшим, но объявит себя самим Богом, который потребует поклонения всех, к которому действительно все народы придут и преклонятся пред ним. Судя по тому, что там описывается, можно очень легко и совершенно правдоподобно и логично нарисовать картину того, что произойдёт. Он будет, этот человек, величайшим социальным деятелем. Слышите? Величайшим. Его называют святоотеческой литературе даже так. Гений из гениев. Вы слышите? Как мы преклоняемся перед гениями, не правда ли? О, Пушкин! О, Толстой! О, Достоевский! Какие гении! Это будет гений из гениев. Я вам прямо цитирую. Он, при нём будет создано единое всемирное государство. Мы сейчас много говорим о глобализации и так далее. А видите, процесс-то идёт. Две тысячи лет тому назад писали. Единое всемирное государство. Что он сделает? Он остаёт полный мир. Ибо будет одно государство. Некому будет, не будет кому друг с другом воевать. Слышите? Единое государство. Он остаёт полную справедливость. обеспечения всех. Скорее всего, что будет объявлено о достижении бессмертия. Ну, генетика. Куда же она движется? Естественно, к этому. Бессмертие будет даровано тем, кто заслужит этого. Естественно, будет установлен мир и справедливость. Послушайте, всё об этом сказано. Но чем завершаются эти пророчества? Самым любопытным образом. И когда скажут, чёрным по белому читают, и когда скажут мир и справедливость, тогда внезапно постигнет их пагуба. Какая пагуба? Об этом, кто читал апокалипсис, лучше себе не представлять. Любопытнейшие вещи. Тогда внезапно постигнет их пагуба. Насчёт внезапности? Когда читаешь эти строки, или когда-то их читали, ну, что это такое? Бог, наверное, что-нибудь сделает. Берём сейчас научную литературу, читаем, Господи, что пишут наши учёные. Глобальная катастрофа может начаться внезапно и с такой скоростью, что никакие человеческие средства и усилия уже не могут её остановить. Я вам цитирую одного из учёных, кстати, который неверующий человек. Сам. И эта катастрофа, как он пишет, произойдёт достаточно быстро, ужасные слова пишут, уже, возможно, в середине 21 века. Я так прочитал? Да, думаю, нет. Вы знаете, в Греции была такая пророчеца Кассандра. Она всегда предсказывала какие-то неприятные вещи. Её терпеть не могли все на свете. Но всегда сбывалось то, о чём она говорила. Это сущие искушения. Я о чём сейчас хочу сказать. Христос не устранил войн, не устранил социальной несправедливости, не отменил даже рабство, даже, кажется, свой народ еврейский, среди которого он пришёл и родился, даже его не освободил от римского ига. Христианство всё основано на нём. Всё. Другой, что обещает христианство, уничтожит все формы, кажется, рабства. На самом деле, не хочу объяснять, ложь. Потому что мы сейчас вступаем в такую эру, когда все будут рабы до последнего человека. Но только раньше только рабы могли договориться друг с другом и что-то сделать. Теперь, когда будут эти несчастные чипы? Только ты уже словечко сказал, уже зафиксировано в центральном компьютере. Ага, кнопочку, и его нет. Полное рабство будет такого, которого никогда в истории, конечно, не было. Так вот, Христос ничего этого не сделал. Накормил таково он там, пять тысяч, ну, четыре тысячи. Ну, что это за чепуха? Скажите, на сотни миллионов населения земного шара. Здесь что будет? Корм для всего человечества. И в изобилии. Именно корм. Самое подходящее слово. Всё будет сделано. Мир утверждён. Справедливость, конечно, равенство, свобода. Не знаю только кого. Это оставим сейчас. Не хочу и говорить даже. Да. Но, оказывается, один полюс Христа, который ничем этим не занимался, а чем-то другим. И второй полюс, который, кажется, ответил, послушайте, на что ответил-то? О чём только мы все думаем? О чём думает всё человечество? О чём? Разве не об этом? О чём кричали римляне, когда видели императора несут на носилках? Панам Эцерцензес. Хлеба и зрелищ не об этом разве? И он всё даст. Понятно теперь? Он себе объявит кем? вот он спаситель мира. Вот кто спаситель мира. Вот кто наконец осуществил ту цель, которой устремлены взоры и желания всего человечества. Разве не он спаситель? спаситель? всего мира. Он, который пронесёт благо еврейскому народу. Он перед чем мы стоим? И вот сейчас уже давно и сейчас это уже подходит к пиковой ситуации, когда не христианские народы, не христиане, а христиане начинают под спасением подразвивать того, кто решит наши вот эти все земные проблемы. И тот, кто это решит, он именно и будет назван нами спасителем. То есть в данном случае Христом. мы приближаемся к чему? Потрясающему напряжению между этими двумя Христос и Антихрист. Причём это напряжение всё усиливается. Всё больше и больше христианский мир обращается от Христа к Антихристу. Почему Антихрист? Анти – значит вместо, вместо того Иисуса, который ничего не сделал. Ничего. Вот кто всё сделает. Анти – вот он будет истинный Христос, оказывается, а не тот. Что же подразумевает христианство в полном смысле слова христианство, я говорю, в данном случае? Вовсе не о тех процессах, которые идут сейчас. Что я бы сказал так, правильное христианство или православие, что же подразумевает под Христом? Я уже оговорился так сначала и сказал, пожалуйста, вы можете найти литературу сколько угодно, Христос, о, не будем говорить о его чудесах. Это нигде нибудь. Это в богословских школах, университетах, теологических факультетах, это нигде нибудь. Это в докладах, не будем говорить о нём. Не будем говорить о его божественности. Это великий человек, который принёс новые моральные принципы жизни. Да, он велик, но возьмите Иисус Христос, сверхзвезда, знаете, рок-оперу. Кто он такой? Ой, какой-то, знаете, мечтатель. Иуда, вот это да, трезвый человек. А Христос мечтатель какой-то и больше ничего. Придите ко мне, труждающиеся. А многие ли придут? И что он даёт им? Возвращаемся. Кто есть Христос? И во что же верит христианство? ещё пока православие. Пока говорю православие. Протестантизм весь катится под гору. Католицизм уже давно оставил самые основы понимания духовной стороны жизни. Весь в социальной, политической, экономической проблематике. Кто же такой Христос? Ох, какое фундаментальное понятие христианской веры. Почему же он ничего не сделал в этом плоскости земной, материальной? Почему не создал рай на земле? Какой же он Бог тогда? Где же его любовь-то? Говорят так. опытный полководец всегда решает проблемы возникающие во время войны тем, что направляет основные силы на главную точку противника. Его прекрасно понимает. Одержав победу здесь, он одержит победу и во всех прочих участках. Что является причинами, давайте посмотрим, что является причинами тех нестроений во всех сферах жизни, которые происходят. У нас это в России особенно наглядно может быть. Я не знаю, может быть и на Западе. Хотя то и дело приходится слышать по радио, что и там такие-то мошенничества какие-то невероятные. Почему такие сбои во всём, во всех направлениях жизни. Все начинают понимать и произносить сакральные слова. Какие же? Человеческий фактор. Убийственные слова. Что это такой человеческий фактор? Непонятно разве? Где нет совести? Где нет стремлений жить по правде? Где нет понимания смысла человеческой жизни? Где нет того нравственного начала, которое только и делает человека человеком? Там как угодно изменяйте формы жизни. Негодяй в любых формах, как рыба в воде будет. И всегда просто скажем нашкодит. Да так нашкодит, что все выть будут. Человеческий фактор. До тех пор, пока не будет меняться человек в положительную сторону, пока человек не обратит внимания на эту именно сторону, никакие изменения форм жизни, социального строя, экономической системы, организации труда ничего не дадут. Мошенник всегда найдет возможность мошенничать и мошенничает и полностью расстраивает жизнь. Полностью, во всем, в чем угодно, в любых формах, чего бы ни казались, в любом направлении жизни. Вся суть в чем? Сейчас мы убеждаемся просто постоянно, на каждом шагу, в чем? Если не удастся, не удастся измениться, изменяться человеку, если поколение за поколением не будет расти, расти в чем? В совести. Мне кажется, самое главное слово – совести. Если не будет жить по совести, если будет жить бессовестно, ничего мы не добьемся, ничего мы не сделаем. Будет эксплуатация, видимые, полувидимые, будет накопление гигантских богатств в одних руках и полная нищета в других. Совести нет. Где совести нет, там жестокость, там эксплуатация, там насилие, там издевательство. Все может быть, когда нет совести. И чем больше власть сосредоточена в одних руках, чем больше обладает он возможностями, тем хуже будет. Корень всех проблем в чем? В душе человеческой. Ну, помните восстание рабов. Я думаю, тут есть историки, или, по крайней мере, те, которые учились, учились и помнят истории. Вспомните, что происходило. Рабы свергали этих ненавистных господ, становились господами и своими господами делали то, что господа делали с ним. Да здравствует свобода, справедливость, хороша справедливость. О, Боже мой! Просто смех один. Кстати, этим отличаются все революции. Все до одной. Французская, великая французская залила кровью Францию. И что это во имя свободы, что творилось, наша революция 17-го года. Какой ужас! Все обещали нам. И чем кончилось? Одни колхозы только вспомнить. Это такие каторги, это такая каторга была, что представить себе невозможно. Колхозники не имели даже паспортов, и они никуда не могли уехать. Эти несчастные трудодни у них слизывались как, работали, не покладая рук. Я это знаю, моя тётушка работала. Это ужас один только. Что было? А революция во имя чего совершалась? Ну, что вы, благотрудящихся? Ну, как же? Почему Христос ничего не сделал внешнего? потому что он обратил всё внимание, все силы, все, если хотите, дарования на одно только. Он показал, показал, где центр находится всей проблематики человеческой жизни. Или мы исправляем человека, или исправляется человек, и тогда исправляется жизнь во всех её формах. если не исправить человека, не обратить внимания на его духовную и нравственную сторону, все эти реформы и изменения ничего не дадут. И грядущее царство Антихриста теперь уже, уже, вот оно теперь выходит. Мы видим, что даёт нам глобализация по-американски. А мало Афганистана, да? Ну, пожалуйста, вам Сербия. Мало Сербия? Пожалуйста, Ирак? Мало этого? Пожалуйста, вам Ливия? Цветущая страна, Ливия, с каким высоким уровнем жизни, обеспечен население. Это же было жемчужина в Африке. Во что превратили негодяи? Сатанисты. Слышите, во что? превратили. Вот она глобализация. Вот оно уже следы отпечатки того, что идёт человечеству. И можно понять, к чему это приведёт. Действительно, если исполнялось, уже это исполняется пророчество, значит, исполнится и то, о котором сказано. И когда скажут мир и безопасность, тогда постигнет их пагуба. Христос совсем не социальный и политический деятель. Мы верим совсем не в этого Христа, который устроит нам благоденствие и даст хлеба и зрелищ. Мы верим в другого Христа, который человека сделает человеком, который открыл нам, кто такой человек. Это не скотина, которому что нужно? Что нужно? Посмотрите, чем живём? Развлечения и больше ничего. Слышите? Развлечения. Будьте вы каким угодно прекрасным доктором, будьте учителем, будьте рабочим, будьте крестьянином. Вы будете что получать? Едва-едва концы с концами. Зато если вы умеете гонять хорошо мяч, миллионы. Ура! Ура! Развлекайтесь и не думайте ни о чём другом. Только развлечения вам. Развлечения. Больницы какие, ужас провинции, что? Зато какие стадионы ставят. И это всюду. Молодцы римляне, когда корчали хлеба и зрелищ. Больше ничего нам не надо. Да? А ты сколько времени намерен жить-то? ты что, раз не видишь? Как хорошо всё устроено. От младенца до старца ты видишь свою перспективу? Я однажды стою в храме и вдруг маленькая девочка года три-четыре подходит ко мне, а я вас знаю. Я говорю, ты откуда меня знаешь? Рядом стоит её мамаша с грудным ребёнком. А вы сказали, и она мне ответит, девочка, вот что значит девочка, а вы сказали, сказали, что если бы 18-летней девушке показать, какой она будет в 80 лет, то с ней бы плохо стало. Боже мой, может быть, девочка, она всё усвоила. Видимо, заводили лекции, наверное, и она наша самая главная, она же девочка. Не правда ли? Замечательно. Нет, нет, я не буду смотреть, какой будет 80 лет. Я буду вечно молодой. Чем живём? Фантазиями. Фантазиями, беспочвенными фантазиями. Боже мой! Христианство призывает к трезвому взгляду на жизнь. Христос ничего не отнимает из этой жизни. Первое чудо, которое он совершил, какое было? Не хватило вина. Где? На свадьбе. Не хватило, слышите? И он воду в вино притворил. Да, свадьба – великое событие. Раньше это было великое событие. Почему? Понятно, почему было великое событие? Ух, как! Сейчас это будет ножом по сердцу многим современникам. Потому что это действительно был акт. Акт первой встречи его и её. Да, это было великое событие. Это была потрясающая радость. Это потрясающее счастье. А теперь часто идут уже усталые, часто уже не очень-то интересные друг другу. Ну да, она моя жена, но вот там, по-моему, посимпатичнее кажется. Он мой муж, ну он мне не нравится. Мы уже надоели друг другу. Какой ужас! Слышите, этот дьявол отнимает радость жизни. Слышите? Радость жизни отнимает. А христианство напротив говорит об этом. Более того, воду в вино притворил. Радуйтесь! Но принцип христианский какой? Да, пей! Радуйся, свадьбу! Но не превращайся в скотину, не напивайся! Веселись! Но оставайся человеком! а не каким-то бесноватым! Женись и выходи замуж! Если ты хочешь себе счастья! Не хочешь? Бедный человек! Ну ладно, давай, прыгай по кустам! И прочее. И потом узнаешь, будешь опустошённый! Опустошённый! Ибо чаша любви даётся человеку только один раз в жизни! Не расплескай её по каплям, иначе останешься ни с чем! Прекрасный пример приводит! Возьмите перстень драгоценный! Прекрасный перстень! Возьмите его! Великолепный! О, да! О, да! Сотрите его в порошок и рассыпьте! Где он? Он! Ну, здесь где-то! Вы можете им полюбоваться? Вы можете посмотреть на его красоту? Нет! Его нет! Такой прекрасный перстень исчез! Точно то же самое происходит и с тем, что именуется любовью, браком, семьёй! Вот к чему призывает Христос! Вот почему он не занялся никакими внешними переменами жизни! Не осудил даже рабство! Кстати, когда наступила христианская эпоха, рабство прекратилось! Потому что в корне было подрублено, о каком рабстве может идти речь у того христианина, который знал, что этот раб это мой брат, брат мой, а не скотина, не вещь. Рабство было уничтожено. Откуда? Изнутри! Вы слышите? Изнутри! Вот в какого Христа верует православие. Вот в какого Христа она исповедует. Совсем не того, который будет создавать иллюзию внешнего счастья, внешнего благополучия и давать людям хлеба и зрелищ. Вот это фундаментальное, скажу вам, понятие, первое и главнейшее понятие, да, без понимания которого, ой, как трудно понимать христианство. А о какой любви говорит христианство любопытно? Оно говорит. Брак – это явление естественного порядка. Человеческое сознание упорядочивает это и делает его прекрасным даже с внешней стороны. Но у человека есть еще нечто. Нечто еще более совершенное, которое они именуют именуют. Они, я сказал, именуют те, которые достигали этого. И таких множество людей, то, что они именуют божественной любовью. Это то, что мы говорим о браке. Это естественно. Это во всех земных тварях, если хотите. Во всех. И всюду. У человека есть возможность совершенно другого порядка. Неизмеримо более высокого. это назвали божественной любовью. И что это такое есть? Я скажу, тут много не наговоришь. Оказывается, все, что касается обычной нашей любви, так, оно не затрагивает или мало затрагивает духовную сторону нашей природы. То есть, я женюсь, и у меня все остается. И жадность моя, и зависть моя, и чревоугодие мое покушать получше, и тщеславие мое, и гордость моя, и у нее тоже остается все это. Правда? И как хорошо. Правда, из-за этого начинается очень много неприятностей. Еще бы. Когда кому надо мыть посуду? Представьте себе, я, конечно, тебе, ты жена. А ну, а что это я? Я с работы пришел, ты помоешь посуду. Ах, искушение. И пожар. Все страсти остаются, слышите? Ну, слава богу, так могут притираться понемножку, уголки так стираться как-то, ну, жеваются. Так, но, правда, все реже и реже бывает такой мир, к сожалению, потому что не обращается внимания на, ой, какое дело, пока в нас страсти не ждите особого счастья. Почему? До малейшего укола моему самолюбию я взорвался. Что ты так меня? На себя посмотри. Я лучше тебя. Она говорит, а я тебя лучше. Ох, какой ужас. Все, трагедии, конечно. Настоящее, пока эти страсти в нас живы, ой, жди всегда. Это, знаете, как мина замедленного действия. Пока никто на нее не нажал, не наступил, она ничего. Все, прекрасно, идем по лужайчике такой зеленой травкой, цветочки. Только зацепил и взрыв. О, ужас! Часто эти взрывы кончаются чем? Распадом даже семьи. Из-за чего главное? Послушайте, из-за чего? Из-за наших страстей. Да-да, наших страстей. И больше ничего. Я не хочу делать, она не хочет. Я лучше. Я лучше. И, Боже мой, что творится? Есть то, что христианство называет божественной любовью. Это то состояние человеческой души, которое возникает в человеке. слышите, возникает в человеке при одном только условии. При условии очищения души, искоренения из души вот этих страстей. Слышите? Страстей исцеления. Когда оказывается, я не разозлюсь и навеки не прекращу жить с ней, так, когда она скажет, ты все-таки дурак. Я думал, что ты умный, а ты оказался дурак. Я дурак. И вдруг... Ну, вообще-то, я знаю в своей жизни, конечно, дурости много делал. Бесспорно. Я просто пример говорю, вы слышите, в чем дело? То состояние, которое именуется божественной любовью, оно может быть только в человеке. В человеке. только и возникает в человеке только по мере искоренения страстей. И тот, кто думает, речь уже относится к христианам и только к христианам, которые думают, что они могут иметь божественную любовь, это высочайшее, что и есть жизнь человеческой, не заботясь нисколько об искоренении страстей и не имея этого и получить божественную любовь, тем впадают в дикое заблуждение. Это просто абсурд. Абсурд полный. Невозможно это. Вы скажете, ну, о чем речь-то идет? Ну, невозможно, невозможно, правда же? Но мы не говорим, что у нас. На самом деле мы соприкасаемся с чрезвычайно серьезной проблемой. В чем она состоит? Если вы обратитесь, ну, это речь уже к тем, кто получает богословское образование, кто интересуется этим, если вы обратитесь к истории католической святости, то вы встретитесь с удивительными вещами. Удивительными вещами. Процитирую вам. Ну, особенно замечательно, конечно, это пассаж, который можно прочитать в книге одной из последних великих святых католической церкви. Ее звать Тереза. Она именуется маленькой, потому что была в 16 веке Тереза Великая. О ней тот же разговор можно будет. Это Тереза. Скончалась где-то в 1896 или в 1897 каком-то году 23 лет от роду. Папа Иоанн Павел II это один из самых негодных пап от самых негодных пап XX века. Ужасный. Он и ее и эту 23-летнюю так возвел достоинство учителя церкви в связи со столетием со дня ее кончины. Понимаете, как там здорово? Умер, и тебя потом по ступенькам возводят. Как конфуцианцы, кстати. То же самое, один к одному. конфуцианцы был простым чиновником, а уже потом, через 100-200 лет, не помню, он уже стал, даже дошел до уровня императора. Так и здесь. Уже учитель церкви. И вот она, эта девушка, которой так понравилась очень-очень многим, она пишет в своей книге. Книга написана, кстати, очень хорошо. Великолепный язык. увлекательная книга. Ой, не дай бог, если начнут читать. Я думаю, это будет беда просто. Не называю даже, как она, её название книги не говорю. Тайна. Она пишет. Я чувствовала себя любимой. Я понимала, что уже не нужно никаких объяснений. мы посмотрели друг на друга, и мы поняли всё без слов. И бедная маленькая Тереза утонула, утонула в океане любви. И чьей вы думаете? Иисуса Христа. А вы то, наверное, думали о чём-нибудь другом. Слышите? Иисуса Христа. Это с Ним у неё роман. А не с кем-нибудь. Вы скажете, 2000 лет тому назад он жил. Ну и что? Слышите, что происходит? А оказывается, оказывается, там любовью божественной, за которую человека делают великим святым и учителем церкви является какая-либо вот эта мечтательная любовь к Иисусу. Слышите? Это называют любовью. Если вы почитаете эту книгу, даже как я, может, ещё кое-чем скажу, то вы будете крайне удивлены тем, о чём я только что сказал, что божественная любовь возможна только там и тогда, когда человек проходит жизнь борьбы с своими страстями, когда очищает свою душу от всех гадостей. Гадости понятно каких. И зависти, и самомнений, и тщеславия, и всяких телесных, всяких вещей от гадостей. Я перевожу это слово страсти на такой язык, чтобы было понятно, то страсти, знаете, он страстный. О, как это здорово! От гадостей только тогда может возникнуть в человеке действительно это божественная любовь. Какова эта любовь? Об этом пишут святые отцы. Исаак Сирин, например, великолепно пишет в такой форме, диалогической форме. И что есть сердце милующее? Ибо вспрошен об этом отвечает. Это есть воздыхание о всей твари, о всех людях, о самих врагах истины. И дальше он прибавляет. И если бы даже пришлось человеку десятикратно в день умереть за любовь к людям, он быть сожженным за любовь к людям, он не удовлетворился бы этим. Есть любовь божественная, но она возникает только в чистом сердце. Чистом, то есть освобождённом от этих страстей. Здесь о чём я говорю Тереза маленькая, такая же Тереза большая, которая в 16 веке была, когда Христос ей, вы подумайте только, до чего можно докатиться, простите меня, если католики, да простите меня, но другого слова нет. Докатиться, когда Христос, так называемый, является ей и заявляет, до этого я был Бог и Господь твой, а отныне я и супруг твой. Всё. Что с ней происходит дальше? Я молчу во избежание недоразумений. Вы слышите, что происходит? Или какой-нибудь блаженной Анжели. Она пишет. Это есть книга, перейдённая всё на русский язык. Вы слышите? Да. Анжела, когда Дух Святой ей шепчет, дочь моя, возлюбленная моя, я люблю тебя. Я никого так не любил, ни пророков, ни апостолов. Как люблю тебя? И происходят дальнейшие объяснения в любви. Какой? Ладно, понятно, когда здесь земных условий. Встречается девушка, пожалуйста, объясняется в любви. Всё это естественно и понятно. Нет. Начали играть в любовь с мысленным Христом. И впадает то, что на аскетическом языке именуется прелестью. Слышите, лесть понятно? Всем понятно, что такое лесть? Говорю, ульстец несчастный. А это прелесть, то есть лесть в высшей степени, в самой пагубной и страшной степени лесть кому? Себе. Я уже со Христом. Я уже с Богом. Прошу обратить на это внимание, особенно для всех тех, кто интересуется православием. Что это? Одно из самых страшных, может быть, искушений, которое совершенно сломило католицизм. И там не осталось в этом плане христианства, понимания о духовной жизни католицизма. Но самое печальное, что это поражать начинает и начинало и начинает, и особенно сейчас, уже отдельных православных, ну, я хотел сказать, может быть, даже и подвижников. Кого-то подвижников, кого-то неподвижников. Уже доходит до того, что один из авторитетных афонских подвижников, Порфирий Кавсоколевит, скончался в конце 90-х годов, пишет, пишет не больше и не меньше, как следующее. Не боритесь со страстями, не боритесь с грехом, любите Бога. Слышите? Точно перевёрнуто. Если всё христианское учение говорит только при условии борьбы с грехом, только при условии искоренения всех этих гадостей из души возможно возникновение этой любви, тут, говорят, не боритесь, а любите. Интересно, что это такое любите? Никак понять не могу. Христос, говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Об этом речи нет. И это пишет Порфирий Кавсоколевит, на которого сейчас, если будете в Греции, не вздумайте критиковать, сказать что-нибудь критическое о нём. Вам будет плохо. На него вся Греция молится. Ещё бы! Слушайте, так это же ура! Вы понимаете? Не боритесь со страстями и с грехом. То есть, живи, но люби Бога. Люблю, Господи, люблю, люблю. Дай-ка мне поесть побольше, получше. Дай-ка мне вот вторую жену, третьего мужа. И так далее. Я зачем? Я люблю, люблю тебя, Господи! Ой! Да чего же ты хорош! Сейчас мне книгу присылают Архимандрит Нектарий, опять грек, который написал, подумайте, только заглавие, Иисус Христос «Как возлюбленный и любовь, как любовь и возлюбленный». Я как прочитал, Боже мой, весь растаял сразу. Ну, ещё бы! Красота-то какая! Начинаю читать. Бедный человек. Любовь, 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 любовь! Все должны любить! Уже всё, уже в глазах начинает всё мерещаться, уже всё. Одна любовь только стоит. И нигде ни слова, а как же приобретается, интересно, это высшее состояние, которое делает человека действительно богоподобным, которое делает... Ведь что выше любви? Ну, ничего же нет! Что самое величайшее благо? Ну, конечно! Что же? Как же это приобретается? Одни призывы к любви, одни восторги от любви. Это то, о чём с полной, абсолютной определённостью, с решительностью предупреждали все святые отцы. Это они именовали прелестью, заблуждением, бесовской прелестью. И это начинает уже пропагандироваться не в католической церкви, а уже в нашей церкви. «Слышите?» Я хотел сказать «поздравляю!» И язык запнулся. Это с чем же такое? В одном из журналов, не знаю, назвать какой или нет, уже хвалебная статья по поводу этой книги. Ещё бы! Любовь! «Да что, красота-то какая!» Что происходит? Хвалеб «Я не знаю, да нет!» Аллах